Всем привет! Сегодняшнее видео будет необычного формата для моего канала. Сегодня я хочу это видео посвятить своей бабушке, которой не стало 13 августа 2022 года. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе о этих трагических событиях, но сегодня мне хочется поговорить об этом немножко подробнее. 13 августа перестало биться сердечко моей бабушки. Ей было на тот момент 90 лет, но несмотря на это, все равно горечь утраты, она все-таки болит, и это лечит только время. Бабушка частенько рассказывала про смерть своей мамы, то есть нашей прабабушки, и то, что она не мучилась ни дня, не нуждалась ни в чьей помощи. И бабушка всегда говорила, что она завидует ей и просто мечтает о такой смерти. Практически то же самое произошло и с ней. Она ни дня не нуждалась ни в чьей помощи, и всегда мечтала умереть у себя дома. Аллах как будто услышал ее молитвы, и все произошло точно так, как она планировала. Это произошло на второй день ее прибытия в деревню. Первый день она прекрасно себя чувствовала, гуляла в огороде, по своему саду, и даже не представляла, что на следующий день ее просто не станет. В день своей смерти также она прекрасно себя чувствовала все утро, гуляла по своему саду, и все было замечательно. Ближе к вечеру в 6 часов она сказала, что ей очень жарко, и она хочет прилечь под деревом. Тетя все это организовала, и она просто прилегла под деревом. Полежала немного и попросила приготовить ей какую-то настойку. Выпила эту настойку и сказала, что эта настойка ей очень понравилась, приготовь еще. Пока моя тетя пошла готовить еще эту настойку, она заметила, что бабушка как будто уснула. Она хотела ее разбудить, но в какой-то момент поняла, что не получается разбудить бабушку, и начала подозревать, что с ней что-то произошло. Пыталась еще сильнее ее разбудить, а потом позвала даже соседку, и поняла, что, оказывается, бабушка, к сожалению, умерла. У нее подскочило давление, и, к сожалению, констатировали смерть. У нас, у мусульман, человека хоронят на следующий день. То же самое произошло и с бабушкой. На следующий день в 11 мы все дружненько со всеми нашими родственниками пошли хоронить бабушку. Для гостей, которые хотят помянуть бабушку, двери нашего дома всегда открыты. Обычно люди приходят на третий день после похорон, приходят в пятницу, то есть в пятницу вечером приходят женщины, потом приходят мужчины, и для них мы накрываем на стол, и столько хлопот у человека, что человек даже прям забывает о горе, о том, что произошло. Так много людей, все надо приготовить, накрыть на столы. Нас очень выручил этот огромный самовар, который мы взяли в прокат. Моя бабушка была очень гостеприимным человеком, и порой я просто смотрю на небо и думаю, интересно, она бы осталась довольна тем, как мы принимаем ее гостей. Также хотелось упомянуть соседей. Соседи действительно здесь очень дружные, все помогали, подсказывали как надо, хотя у них у всех своих хлопот выше крыши. Также хочется сказать огромное спасибо всем моим подписчикам за слова соболезнования в моем инстаграме. Я все это читала, но сообщений было настолько много, что я просто физически не могла всем ответить, поэтому хочется здесь, в видео, сказать вам огромное спасибо, что разделяете мои и грустные моменты в жизни, и радостные моменты. Я все это очень ценю. К сожалению, по традициям мусульман, женщины не присутствуют в процессе погребения. Это считается жестокая картина, которая будет влиять на шаткую психику женщин, поэтому женщины приходят в пятницу, и была наша соседка, которая читала ясень. Это кладбище в деревне, в которой я родилась. Здесь похоронен мой дедушка, мой дядя, и теперь уже моя бабушка. Всегда, когда мы с бабушкой приходили сюда, она показывала это место и говорила, что это место для меня. Также здесь есть родник, где мы все умылись после того, как проплакались. Вот эта здесь была просто ледяная. Атмосфера тоже здесь была очень печальная. Столько могил людей среднего возраста, кто оставил своих маленьких детей и так далее. Кстати, кладбище находится далеко от деревни, слава богу, наш сосед нас отвез туда. И что я хочу сказать в заключении. Берегите себя, берегите своих близких. Не забывайте, что мы не бессмертные, жизнь тоже не бесконечна. Нужно в этой жизни успеть все и быть достойным человеком, потому что из этой жизни мы ничего не унесем с собой, ни квартиры, ни машины, ничего другого. Поэтому нужно быть просто хорошим человеком, проживать свою жизнь, беречь своих родителей, своих близких и жить достойную жизнь. Всех люблю, целую. Пока.